Приветствую вас, Диана. Я вижу, что по-прежнему вопрос не решён, который вы написали, поэтому я решил на него ответить сейчас. Смотрите, значит, первое, что нужно сказать, то что мы не телепаты. Психологи не телепаты. Мы не знаем, что у вас произошло, мы не знаем, какие у вас проблемы, мы не можем угадать, в чём сейчас, на данный момент, на данном этапе заключается сложность, с которой вы столкнулись в своей жизни. Это первое. Второе. Значит, вы пишите, у нас с мужем проблемы. У вас с мужем не может быть проблем, в том смысле, что проблемы могут быть у кого-то из вас. Общих проблем, как правило, не бывает. Это аксиома. Так или иначе, это аксиома. То есть, если вы, например, чувствуете, что у вас проблема, у вас проблема, именно у вас только проблема, то да, с этим можно и нужно что-то делать. Да, это нужно исследовать. Да, нужно определить, в чём заключается ваша проблема и, соответственно, её решать. Может быть, может быть, стоит поработать, значит, с, там, к примеру, вашим мужем, чтобы понять, какие проблемы у него, вот. Но то, что проблемы, они персональны для всех, это, мне кажется, очевидно. Дальше. Вы пишите, значит, в отношениях. Я не знаю, что делать, чтобы была гармония в семье. Здесь нужно сказать сразу о том, что гармония в семье, это, конечно, хорошо, но была ли она когда-нибудь у вас вообще гармония? Потому что, если гармонии не было изначально, то, ну, смысл, смысл тогда, какой её пытаться выстраивать, если её не было. То есть, нужно тут и исследовать, почему её изначально не было и как вы отношения свои выстраивали. Если изначально гармонии не было, да? Вот. Это куда, опять же, более важно, чем, что, например, вы делаете, например, сейчас. Если, допустим, гармония всё-таки когда-то была, но потом ушла, то, опять же, нужно исследовать, почему гармония ушла и для чего гармония ушла. Это, на мой взгляд, тоже важный очень момент, который необходимо исследовать. Необходимо исследовать в том числе вам и вашему мужу. Дальше. 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 Следующий, следующий момент. Значит, не было ссор. Диана, понимаете, какая штука? Вот ссоры, сами по себе ссоры, они, опять же, не возникают просто так. Усор. И есть причина. И нужно понять, какие причины. Усор. Понимаете? Вот. И какой вы, какой вы вклад вносите в эти самые ссоры. Потому что, если бы не ссорились вы, то не было бы и ссор. Вот. Так что, здесь нужно, опять же, исследовать. Дальше. Чтобы была настоящая семья. Что есть настоящая семья, Диана, и для чего вам настоящая семья нужна? Именно вам, для чего она? Именно вам. Тоже очень важный момент. На самом деле. Дальше. Идём. Значит, вы пишите, вы пишите, что, значит, что мне делать? Чтобы что? Это на самом деле очень важный момент, опять же. Что мне делать, чтобы что? Какая цель? Восстановить гармонию – это слишком общий вопрос. Слишком общий. В том смысле, что нужно выяснять, есть ли гармония и так далее. Это работа. Вот у меня, Диана, к вам и встречный вопрос. Готовы ли вы работать с мужем, возможно, вместе? Если да, обращайтесь. Мы поможем. Если нет, ну, как вы считаете, можно ли ответить на ваш вопрос в таком короткой форме, когда вы ничего по сути не сказали? Можно ли? Мне кажется, что нет. А вам? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.